На основании статьи 36 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, статьи Красноярского края о некоторых вопросах организации органов местного самоуправления, руководствуясь статьями 34, 35, 54 Устава города Ачинска, городской совет решил избрать главой города Ачинска Токарева Александра Юрьевича. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Ачинская газета». Я Токарев Александр Юрьевич, вступая в должность главы города Ачинска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять переданные мне полномочия. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности только на благо жителей города Ачинска. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава города Ачинска Красноярского края, Александр Юрьевич Токарев считается вступившим в должность главы города Ачинска Красноярского края с момента его избрания на сессии городского совета депутатов. Сегодня депутаты нашего городского совета сделали правильный выбор. Правильный выбор почему? Потому что мнение народа сегодня совпало с мнением наших депутатов. По рейтингу, проведенными нашими печатными органами, Александр Юрьевич в лидирующей группе претендентов на должность главы города Ачинска. Уважаемый Александр Юрьевич, разрешите вас от имени законодательного собрания, от жителей города Ачинска поздравить с этой должностью, пожелать вам больших успехов, сил, ну а вашей семье терпения, терпения, еще раз терпения. Поздравляю вас. Спасибо. Уважаемый Александр Юрьевич, разрешите мне по поручению глав западной группы муниципальных образований поздравить вас с вступлением в должность и коротенько зачитать вам памятный адрес. Уважаемый Александр Юрьевич, желаем вам неиссякаемой энергии, оптимизма, так необходимой вам будет на вашем ответственном посту. Желаем вам быть всегда на высоте тех требований, надежд и чаяний, которые возлагают на вас люди, ваши Ачинсы. Вступлением вас в должность. Спасибо. Ни пуха и ни пера. Чёртов. Всего доброго. Спасибо большое. Я должен сказать, что для компании «Русал» тоже сегодня очень ответственный, важный и волнительный момент, потому что мы очень заинтересованы в стабильном развитии города, поскольку здесь живут и работают наши сотрудники, члены семьи, ветераны, металлурги и горники. Мы искренне надеемся, что, Александр Юрьевич, у вас получится вдохнуть в развитие города новую жизнь, новый этап, мы всегда будем помогать. Вы знаете, что мы всегда участвовали и будем продолжать участвовать в социально-экономическом развитии города в поддержке тех проектов, которые будет предлагать и реализовывать городская администрация. Я хочу вам вручить этот памятный адрес от генерального директора компании с пожеланиями успехов в работе и, как в конце написано, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо за поддержку. Мы прекрасно знаем, вы хороший человек, очень трудолюбивый, принципиально, и вы прекрасно знаете также, что в городе очень много, конечно, проблем, и вам придется очень много решать. Самое главное, решайте смело, честно, открыто. Будьте добры и уважительны к людям. Город наш прекрасный, но город наш удивительный. Люди здесь хорошие. Мы рады, что вы стали главой города. Мы очень много наслышаны о вас, и поэтому мы весьма рады, что вы вступили в эту должность. Позвольте мне преподнести вам икону Господа Вседержителя, благословить вас этой иконой, чтобы Господь вам дал и всем нам здравия и многое всем благая лето. Помоги вам, Господь. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо. Уважаемый Александр Юрьевич, вот сколько уже было на таких посвящениях, и все равно это всегда волнительно, и всегда это надежда горожан на то, что вот с вашим приходом будет наш город лучше, будет город расцветать. Я от всех почетных граждан города хочу пожелать вам успехов, чтобы ни при каких обстоятельствах вы не опускали руки. Вы должны понимать, что вот всегда можете надеяться на поддержку нас, на поддержку ветеранов, на поддержку депутатского корпуса. А я вам должна сказать, что вот этот депутатский корпус, он как никогда сильный, и думаю, что там можно на кого опереться. И наши средства массовой информации, они тоже, я вам хочу сказать, что годы-то становятся лучше и тоже помогут когда-то посмотреть на себя с другой стороны. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что наши предприятия помогут вам. И, ну, понятно, что, не могу же не сказать, что жители привокзального района тоже думают, что вы будете помнить, что мы тоже город, и мы тоже надеемся, что вот вошли мы в программу нашей развития общественной среды. И думаю, что будет очень хорошо и красиво, что вы возьмете с первых моментов этой дружбы народа все под свой контроль, привлекаете специалистов и общественность, и будет у нас все замечательно. Ну и успехов вам и вашей семье терпения. Спасибо вам. И я хочу сказать, что я хочу сказать депутатам городского совета, которые единодушно, единогласно высказали мнение жителей. И поддержали мою кандидатуру. Ачинск должен развиваться динамично. Для этого мы должны готовы смело принимать все вызовы, которые на сегодняшний день есть, и также энергетично отвечать на них. Путь вперед не бывает простым. И я даю себе отчет в том, что есть немало сложных задач, которые необходимо решать. Необходимо будет единение команды. Необходима будет помощь многих людей для развития и процветания города. Еще раз всем огромное спасибо. Спасибо за напутственные слова. Малый город матушки России Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Торжественная церемония вступления в должность главы города Ачинска Александра Юрьевича Токарева окончена. Мы поздравляем всех с этим значимым событием.